Приветствую вас. Вы знаете, вот, вообще говоря, ключевое в вашем тексте это то, что вот начиная с определенного возраста вы чувствуете некоторые проблемы. То есть у вас до определенного возраста все в порядке было, как вы говорите, а после определенного возраста начинается, с определенного возраста у вас начинается проблема. Вероятно, что-то произошло непосредственно в этом возрасте. Больше всего, больше всего, вот то, что прям больше всего подходит, это некий такой сценарный момент, связанный с тем, что после определенного возраста жизнь кончилась, жизнь закончена и все. То есть это выглядит вот так, что вы считаете, будто, допустим, после тридцати лет, вот, уже жизни как бы нет. Тогда, то есть все, жизнь кончилась после тридцати лет. Вот, это, конечно, неправильно, это, конечно, неверно, но вы так, очевидно, считаете. Вот, и, конечно, это может быть кривист, но мне кажется, что тут вот тут, это больше похоже на какую-то установку семей, семей. Когда человек просто вот считает, что все, вот, это первое. Второе, что можно выделить, это то, что вы подавляете в какой-то степени, да, подавляете в свои чувства. Чувства. На мой взгляд. То есть любая, любая депрессия, да, вот любое депрессивное, депрессивное состояние, это подавление своих чувств. Вот. То есть, как бы, идея здесь в том, что у вас, по-вашему мнению, есть основания подавлять свои чувства, обесценивать все. Вот. Да, конечно, депрессивное состояние, если мы говорим именно о депрессивном состоянии, потому что диагноз депрессия вам может поставить только врач. Если мы говорим о депрессивном состоянии, то это обесценивание того, что вы чувствуете, да. Опять же, под влиянием установок, чисто, вот, ну, чисто, чисто внешних установок, вот, которые вы, ну, считаете для себя важными, которыми вы прислушиваете. Вот. И, соответственно, как бы, подавляете свои чувства, то есть, не живете здесь и сейчас. С этим вот, отчасти связано то, что, когда другие веселятся, вы, ну, не понимаете, почему так происходит. Вот. А, с другой стороны, с другой стороны, это потеря важных для вас целей. То есть, вот, целей, которые были бы вам важны, которые бы, ну, откликались на ваши, может быть, ценности, таких целей у вас нет. Вот. Опять же, деньги, работа, работа, деньги, это хорошо, но... Ради чего вот? Зачем вот? Ну вот, не очень. Не очень понятно. Вот. И это все, конечно, влияет. То есть, в какой-то момент вы, вот, такое ощущение, что, назвать это, ну, в погоне, условно, да, в погоне за деньгами вы отошли от своих целей, вот, отошли от того, что вам важно, вот, и, соответственно, потихонечку, депрессивное состояние, вот, потихонечку, депрессивное состояние. Значит, что у них не делать? Во-первых, вам нужно обратиться к врачу, чтобы вам, значит, поставили диагноз, проверили, поставили диагноз. Если он у вас есть, то вам назначат психотерапию, вот, если у вас есть диагноз, то вам назначат психотерапию. Вот, если у вас диагноза нет, то, соответственно, это индивидуальная работа с психологом, с депрессивным состоянием. Вот, лечение может быть, как, медикаментозное у вас, в случае, если будет диагноз депрессия, так и психотерапевтическое, вот. Но важно, чтобы была некая определенность, то есть вы, чтобы не вы сами себе диагноз ставили, да, вот, а чтобы все-таки это сделал специалист, чтобы это сделал специалист, чтобы именно вот специалист, как бы посмотрел, что с вами. Именно очно, если мы говорим про диагноз, да, вот, и опять же, не тесты проходить, да, в интернете, а именно, все-таки специалисту позволят это сделать, ну, врачу, вот. То есть просто займитесь своим, своим здоровьем. Мне, знаете, еще показалось, что вы со временем, как будто, знаете, в напряжении, что ли, вот такое у меня еще ощущение, если честно, возникло. Вот, что вы постоянно напряжены, и, соответственно, может быть, в этом еще все дело. Может быть, дело еще в том, что вы постоянно себя, ну, доставляете, постоянно доставляете себя что-то делать, вот, и это тоже может выматывать. То есть, ну, силы, силы, а, ну, просто, истощаются у вас, вот. Я, конечно, не знаю, да, я не говорю, что это, а, сто процентов, прямо, вот, так, но, тем не менее, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok